Во Владимире можно покататься на сноуборде прямо в центре города. Это теперь вполне реальность. Об этом сегодня расскажет гость нашей студии. Итак, соучредитель горный Яркопарк Ярослав Чесноков. Добрый вечер. Добрый вечер. Я поздравляю. Я думаю, что в копилке достижений команды Яркопарка это достаточно такое уже заметное событие. Теперь вас видит город в самом центре. Да, классно. Можно поставить уже сверху какой-нибудь нормальный такой, типа, город и Яркопарк, и, в принципе, на рекламе сэкономим. Но если честно, каких усилий стоило открыть такую площадку в центре города? В исторической части центра города. Ну, я давно очень хотел, конечно, и заняться. Не было времени. И собственников предупреждал, что никому нет. Давайте, я обязательно займусь. Подождите, подождите. И тут они, в принципе, сами вышли и сказали, ну вот давай сделаем это вместе. Поэтому это все делается вместе. И это, конечно, стоило больших усилий, наверное, с самого начала. Сейчас-то, наверное, я так просто стал сделать все, что было. Ничего особо нового мы не добавляли. Но, тем не менее, восстановили хотя бы то, что было. Потому что разговоры ведутся об этом склоне, о его превращении в такой активный сегмент города уже давно. И вот только сегодня. Либо так все удачно сложилось, либо все действительно ждали, ну когда же придет эта команда, единомышленник, в которых есть уже такие возможности. Ну это еще один гештальт, наверное, который хотелось закрыть. Это вообще развитие бренда, который изначально предполагалось, должен был быть зимний, водный летний проект, зимний проект. Должны были быть закрыты, например, батутные, развлекательные и так дальше. У нас даже теперь еще и мини есть. Но это как-нибудь в другой раз. Как взаимодействуете с администрацией города? На открытии побывали первые лица? Может быть, что-то пообещали? Может быть, вы им что-то пообещали? Не один раз побывали, побывали. Даже несколько раз пришли, покатались. В первый раз пришли, посмотрели, успеваем ли, не успеваем в срок. Действительно, очень долго делали, немножко задержались. Ну так, наверное, всегда, я думаю, бывает. Ну, немножко задержались, ничего страшного. А приезжали первый раз, посмотрели, проконтаргировали, да, все хорошо. И вот второй раз приехали, открыли, выступили. То есть приезжали, ну, там даже не только Александр Александрович, еще и многое. А пробовали в деле спуск? Да, он катался, губернатор наш Александр Александрович катался с горочки. Очень классно, я думаю, им понравилось. То есть он даже не один раз спустился, покатался. Если говорить про то, насколько это востребовано, много ли сегодня у нас в городе Владимира любителей вот такого зимнего вида спорта? К лыжам мы уже привыкли, да, есть у нас легендарные чемпионы, есть именные тропы. К лыжам беговым. Да, к лыжам беговым. А вот к доскам. Да, но есть разница, опять же, беговых лыж и горных лыж. Это немножко разные темы. Сейчас поговорим об этом. Разный стиль катания. А вот сноуборд. Сноуборд – это тоже динамично развивающееся направление в экстремальных видах спорта, потому что все-таки это экстремальные виды спорта, и мы занимаемся именно ими. Классно. Мы сейчас отправляем ребят на обучение в Национальную лигу инструкторов. Они получат не только корочки, но еще и знания, технику обучения. И мы сможем вести целые группы, целые классы, которых хотим выводить на какой-то уровень, чтобы они получали разряды, чтобы они ездили по соревнованиям. То есть для этого мы будем стараться, мы будем двигаться. У нас сейчас все развивается. Горка уже не одного Владимирской области, а их уже целых четыре. Ну, если кому интересно, посмотрим. Классно. Я за развитие, то есть я за поддержку других, например, горок, потому что они в данном случае не мои конкуренты, а друзья, которым мы развиваем одну индустрию. И наши все равно горка много не поместят. То есть у нас есть какой-то лимит, это не больше ста человек, например. Чтобы было более-менее комфортно, чтобы была небольшая очередь, подъем, чтобы горку саму… И безопасно. Да, самое главное – безопасно. То есть к чему мы идем, у нас все огорожено, все сделано, маты везде накинуты. Есть обязательно дежурный врач, который дежурит все время. Например, мы сразу окажем первую институтную помощь, и не только. И есть ребята, которые дежурят на склоне. И следят за безопасностью, обязательно всем помогут и подскажут. Есть за ног телезрители. Игорь, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте. Я такой вопрос к вам. Если вы являетесь учредителем горного Зярка-парка, то значит Зярки, то когда у вас может быть открыт пляж? Что это за пляж будет для вот этого оборудования, которое у вас в руке? Ну, пляж-то уже был открыт. Пляж уже был открыт, мы уже там работаем третий год. Вот, да, сейчас забегаю вперед, тоже извиняюсь, может мы открыли там спуски для ватрушек. Там есть организованные треската, которые безопасные, в первую очередь, о чем мы и говорили. Есть операторы, которые не пускают людей, пока они не сошли с трассы. Ну, и не будет, есть отдельная зона подъема, нет вот этого хаоса, который обычно там присутствует. Ну, поэтому, в принципе, и пляж тоже будет таким всесезонным проектом. Но сейчас мы все равно про центр. И в центре тоже будет всесезонный проект, и сейчас он планируется. И планируется там сделать горки пластиковые, чтобы скатываться на них на ватрушках, водные горки поставить, может быть, там какой-то надувной аквапарк. Но это пока все планируется. Может быть, не в этом году, может быть, и в этом. Но, тем не менее, планы такие есть, и это будет всесезонный объект отдыха, спорта. Ну, пока о том, что действительно работает уже в центре, много ли сноубордистов? Много. Где они были раньше? Восемь лет уже горка не работала, и ездили все в другие места, развивались, направление очень сильно качалось. Люди искали места. У нас есть в Каняево, многие катаются, там нет подъемника, они все поднимаются пешком. Но там большая своя аудитория катающаяся, которая сейчас приходит к нам. Это аудитория, которая ездила по другим горкам, которая тоже приходит к нам, потому что близко и доступно. Потому что ты сел на общественный транспорт и доехал к нам, не надо ни машину, не надо каких-то безумных часов, получасов. 15 минут, и там я на горке, это очень круто. Имеет ли значение длина спуска? Да, 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 имеет. У нас длина спуска максимум где-то около 300 метров. Но для того, чтобы раскататься, для того, чтобы научиться кататься, это самое то. Чтобы поехать даже потом куда-нибудь на горы, в какой-нибудь курорт уже горнолыжный. То есть, по сути, это длина для начинающих. Ну и для тех, кто уже катается, все равно склонно есть крутые места, которые можно уже так прикататься чуть-чуть. Но тем не менее, конечно же, это центр, это кач. Это рядом, это вышел из дома, и у тебя вот, пожалуйста. Да, помимо этого мы сделали еще ватрушки, которые тоже привлекаем новую аудиторию, которая еще не катается, или которая покаталась, пошла, хотела отдохнуть, покататься на ватрушках. Мы сделали три организованных спуска. Они достаточно экстремальные, там есть пара поворотов. В следующем году, я думаю, будем делать прямую, уже без поворотов. Но тем не менее, они сейчас есть, они очень классные, и просто надо немножко собраться. Да, лучше там чем, да. Мы сделали ограничения от 5-4 лет, в зависимости, конечно, от состояния ребенка. Но тем не менее. Каток мы сделали совместно с торпедой. Здесь нам помогла очень администрация, и помог департамент спорта и управления. Приобрели специальную насадку на трактор, которым сейчас нарезаем лед, и он идеально ровный. И все это совместно с торпедой, поэтому мы не только с администрацией работаем, но и с тем же, например, с КАТ торпедой. Так вот, чем отличаются горные лыжи от обыкновенных беговых? Креплениями, формой, ну и вообще стилем катания. То есть, это же едешь ты все время с горки, здесь тебе нужно ехать плугом, скажем так, змейкой, змейкой, змейкой. И, в принципе, это считать, наверное, правильно, четко. Плюс это намного... С обычными лыжами нельзя прийти на спуск такой. Ну да, то есть, это и опасно, они очень длинные, они не рассчитаны для этого. Я думаю, что это будет очень опасно. Там нету контов. То есть, на сноуборде и на лыжах есть железные конты, которыми как раз ты цепляешь снег и немножко в него врезаешься, так скажем. То есть, идеальное катание, это когда остается ровная линия после тебя, без каких-то смахов, там, скидывания. То есть, это вот всегда ровная-ровная линия, что катаясь на сноуборде, что катаясь на лыжах, где остаются две красивые линейки. Это, значит, правильное катание, я считаю. Мы сейчас посмотрели как раз кадры таких трюков. Вот сколько нужно времени, чтобы вот такое освоить? Да, все зависит от инструкторов, все зависит от желания. Смотря сколько будет человек заниматься, кто его будет обучать, будет ли он участвовать, развиваться в этих направлениях. Сам изучать видео, техники. Ну, действительно, хотеть этого. Все зависит от желания. Я думаю, что за сезон можно уже отлично научиться кататься и поехать в горы. А вот возраст имеет значение для таких активных? Ну, это как везде. Это, например, каких-то серьезных видов спорта, как гимнастика, к примеру, возьмем. То есть, туда берут, в принципе, с пяти лет. То есть, раньше гимнастику не берут. Это какие-то подготовительные классы, занятия, групповые занятия в каких-то гимнастических, маленьких частных школах. Но не в основной школе гимнастики. То есть, это в среднем около пяти лет, четырех, опять же, в зависимости от ребенка, как он катается. Но много родителей хотят сделать это быстрее, особенно, который катается. И они берут с собой уже двухлетних, пробуют кататься, и нормально у них получается. То есть, в принципе, можно и в достаточно осознанном уже возрасте взять сноуборд и начать кататься. Да, да. Ну, есть такая динамика, закономерность, точнее, динамика, что в возрасте уже люди предпочитают, например, кататься на лыжах. Просто, когда ты катаешься на лыжах, у тебя вестибулярный аппарат едет вперед. Он привык, он всегда так ходит. А здесь на сноуборде ты едешь или влево, или вправо, поэтому нужно немножко приспосабливаться. Нужна ли особая подготовка? Вот, захочу я приехать к вам на горку. Нет. Возьму сноуборд, да, там, на прокат или еще как-то, да. И помчу. Ну, как мы говорили, все зависит от желания. То есть, это все равно где-то увидел, где-то услышал от друга, от подруги. Где-то там увидел рекламку, где-то увидел какое-то видео в кино. Что там, ну, сейчас сейчас... В кино все очень круто, да. Ну, да. В жизни-то не так. Классно, я тоже так хочу, там. Или появилась цель съездить в горы. Чего просто так в горы ехать? Надо поехать туда, ну, хотя бы покататься на лыжах или сноуборде, посмотреть горы, особенно в зимний период. Ну, да, можно прийти и научиться там за 10 занятий достаточно уже более-менее приемлемо, чтобы поехать в горы и покататься. Ну, я так считаю. Опять же, в зависимости от человека. Как эта новая площадка, горнолыжный комплекс, вы так называетесь, планируете принимать участие в жизни города? Какие-то мероприятия спортивного характера? Ну, такие, чтобы вас видели, слышали. Мы сейчас поддерживаем город в их мероприятиях, даем их подарочные сертификаты, карты к нам, ски-пассы, так называемые, например, на которые уже кладется какой-то депозит и пользуются услугами. У нас есть пропускная система, как раз-таки через которую ты проходишь, она все считывает, мы хотя бы можем отслеживать. Помимо этого, мы там свою анимацию делаем, у нас ходят ребяточки с конечками, с лыжами, со сноубордами, приглашают к нам, дают там 100 рублевки, например, это наши скидки. Мы организовываем сами на нашей площадке сейчас еженедельные соревнования среди любителей, среди каких-то уже ребят, которые вот мы видели, катались по фигурам, по перилам каким-то. Мы активно раскачиваем их, чтобы вот они все-таки вливались в эту жизнь, ну и плюс это очень визуально красиво и привлекает много зрителей, которые хотят просто даже посмотреть, приходят просто катающиеся, которые хотят дальше развиваться, кататься больше, приходить. Итак, уже месяц проработал горно-лужный комплекс, да? Да, чуть больше даже. Да. 50-го числа мы привезем. Какие важные итоги, работа над ошибками, что вот уже за этот период, вот какие плюсы, да, на чем еще хочется поработать? Очень много, очень много ошибок, которые мы сейчас увидели, это задачи наши, которые стоят сейчас перед нами, чтобы мы их выполнили, улучшили услугу, улучшили сервис, подход, например. Потому что сейчас у нас все делалось через одну кассу, сейчас мы делаем две кассы, чтобы разделить потоки гостей, потому что, чтобы везде пройти, нужна карточка. Чтобы привезти карточку, нужно, соответственно, подойти в одну кассу. Сейчас их будет две, тем самым мы, соответственно, улучшим в два раза пропускную способность. И будет больше у нас проката, ну и в прокате тоже уже ребята подбивают руку, все равно еще все не научились до конца, не дошло до этого автоматизма какого-то. Когда раз-раз-раз все подал, все сделан, и все готово. Ну, мы только начали, не ошибается, кто-то ничего не делает, там что-то такое. Вот, все сделаем, разделим потоки, самое главное, чтобы не было очереди сейчас, которая всех очень сильно напрягает, и меня, в частности, очень сильно нехорошо. У нас мало места, то есть мы сейчас думаем по поводу какого-то расширения на следующий сезон. Мало инструкторов, мы их отправляем сейчас на обучение, ищем новых, обязательно приглашаем, соответственно, набираем, кричим об этом всем, нам нужны инструктора по лыжам и сноубордам. Развиваемся, то есть больше будет мероприятий, больше крутых мероприятий. Вот открытие у нас было как классное, 14-е, старый Новый год у нас сейчас был тоже достаточно интересный, и людей приходит много. Мы уже больше трех тысяч клиентов, наверное, да. Что бы вы пожелали тем, кто еще с опаской относится вот к таким экстремальным видам спорта? Ну, уже раздумывает, зайти или нет? Собраться, посмотреть, потому что если это занятие с инструктором, или со своим, даже может быть, другом, но который не просто так делится своим опытом, который научился только в конце того года, и хочет вас чему-то научить. То есть есть техника обучения, есть методика обучения, которой нужно следовать, чтобы все было безопасно. Потому что это все последовательно начинается там с самых маленьких каких-то азов, шажочков, которые приводят тебя уже к хорошему результату и умению кататься. Но ее нужно соблюдать, ее нужно знать, ее нужно донести. Поэтому я советую взять именно инструкторов, которых, конечно же, мало, но тем не менее начать с ними что-то первое, свои шаги, а не просто так самому. Потому что в 70% случаях людям перехочется вообще заниматься этим вообще и трогать это, и вообще как-то к этому относиться. Подниматься на подъемнике, например, очень легко, но пока тебя немножко не научат, немножко не скажут, это займет там 5 минут времени. Нет, все, я не буду подниматься на подъемнике. Это был соучредитель Горный Яркопарк, Ярослав Чесноков, спасибо огромное. Спасибо. А я рекомендую от тебя сначала просто посмотреть, друзья. Просто посмотреть, прийти, что это такое. Зайти к нам на сайт, это Горный Яркопарк, это ВКонтакте группа Горный Яркопарк, поэтому ты сама заходи, смотри, там есть все, там есть цены, есть акции, у нас много акций. Хорошо, спасибо, очки у меня уже есть, спасибо. Любишь кататься? Люби и катайся! В новом комплексе Горный Яркопарк. Снежный склон, лыжи, сноуборд, тюбинг, прокат оборудования и большой каток. Горный Яркопарк. Будь на высоте! Дворянская 12Б.